Уровень преступности в Магнитогорске снизился, а дети-сироты теперь смогут получить квартиру площадью до 36 квадратных метров. Эти решения поддержали депутаты на заседании городского собрания. Какие еще изменения ждут город, расскажет Ангелина Зотова. В 2022 году удалось сохранить тенденцию к снижению преступности. В течение года сотрудники приняли более 90 тысяч заявлений и сообщений. По результатам их рассмотрения на учет поставлено более 8,5 тысяч преступлений. Снизилось и количество нераскрытых преступлений. Проблемной остается обстановка с мошенничеством в сфере информационных технологий. Но при этом количество преступлений снижается. Я считаю, что основной задачей, самой главной задачей Магнитогорской полиции это не допустить вот этих фактов преступных посягательств, особенно на деньги наших жителей. Поэтому в 2023 году будет усилена работа по профилактике и предупреждению мошенничества. Еще один вопрос, который рассмотрели депутаты городского собрания – внесение изменений в обсуждение градостроительной деятельности. Так, с 1 марта 2023 года максимальный срок общественных обсуждений не может превышать одного месяца. Помню, что ранее уже было принято аналогичное решение о сроках на 2022 год. И, как показала практика, месяцев вполне достаточно для того, чтобы заинтересованные лица подали приложение. Данное изменение позволит эффективно применять норму и положение при установлении федеральным законодательством особенностей осуществления градостроительной деятельности. Еще одно изменение коснется порядка дополнительного использования собственных финансовых средств города для осуществления социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без побечения родителей. В соответствии со статьей 58 ЖК РФ, жилое помещение по договору социального найма может быть предоставлено общей площадью, превышающей норму предоставления на одного человека, но не более чем в два раза, если такое жилое помещение представляет собой однопунктную квартиру. Норма предоставления для детей-сирот установлена в городе Магнитогорске – 18 квадратных метров. Следовательно, жилое помещение может быть приобретено площадью не более 36 квадратных метров. Всего в очереди находится 273 человека, достигших 18 лет и имеющих право на получение жилья. На текущий момент в бюджете города заложено около 95 миллионов рублей на приобретение квартир для детей-сирот. Планируется, что в 2023 году жилье предоставят 55 магнитогорцам. Ангелина Зотова, Антон Трофимов, информационная служба, медиа, группы «Знак». Спасибо.